Здравствуйте! В эфире главные новости. В студии Ярости Слав Белык. И сейчас коротко об основных событиях. Фотохудожников. В России подводят итоги единого дня голосования. В Госдуму по итогам обработки свыше 90% протоколов проходят. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. О ходе выборов 2016 в Орловской области далее в нашем материале. В Орловском регионе единый день голосования проходил на территории 736 избирательных участков. В выборах трех уровней участвовали 5087 кандидатов. 10 кандидатов в депутаты Госдумы и 264 кандидата в депутаты облсовета Созыба 2016-2021 годов. Выборы в Госдуму проводились по смешанной системе партиям. Необходимо было преодолеть барьер в 5% голосов. Из 450 депутатов Госдумы по партийным спискам избирали 225, остальных по одномандатным округам. На выборах депутатов облсовета замещено 50 мандатов. Избирательный процесс проходил также по смешанной системе. Наладить политические отношения в стране, между другими, точнее, странами также, чтобы с Украиной помирились. Самое главное – мир на земле и спокойствие. Чтобы процветание было. Ну, прежде всего, чтобы из кризиса вышло, чтобы наладилась обстановка в стране. За светлую жизнь, за надежность, за чистое небо. Напомним, в 9 часов утра глава региона Вадим Потомский пришел на избирательный участок 577 в поселке Знаменка Орловского района. Наша основная задача – отстоять стабильность, которая есть в стране, сказал глава области. Прошлая уже 6-я Государственная Дума. Все партии, фракции, которые были представлены, все без исключения поддерживают линию президента. Никто по его линии, по его убеждениям, по его поведению, как он представляет Российскую Федерацию, на международной линии не спорит. Мэр Орла Василий Новиков проголосовал на избирательном участке номер 118 в Колледже культуры и искусств. Хотелось бы, чтобы народ, который приходит, наши жители на избирательные участки, сделали правильный выбор. Вдумчиво подходили к этому. Ведь за прошедшую кампанию многие и партии, и кандидаты в депутаты больше не говорили о планах, больше пытались завлечь избирателей на участки яркой рекламой, лозунгами, девизами. Надо оценивать способность депутатов, представлять интересы избирателей. О предварительных результатах выборов шла речь на аппаратных совещаний в администрации региона. Наши выборы самые большие в Центральном федеральном округе. Более 2400 мандатов на всех участках разыграны. Выборы государственной думы, областной совет народных депутатов, выборы глав муниципальных образований. Огромные выборы, огромная работа. Всем большое спасибо, что выборы прошли организованно. Практически серьезных нарушений по существу не зафиксировано. Есть обращения, они рассматриваются, но, как правило, то, о чем наблюдатели или отдельные граждане говорят, оно существенно никаким образом повлияет на окончательные воли изъявления, едва ли возможно. Насколько я знаю, введено около 50, чуть больше 50 процентов бюллетеней. Сейчас идет подсчет. Думаю, к вечеру мы более-менее будем представлять итоги наших выборов. Но в любом случае, уже сегодня можем поздравить Ковалева. Там бесспорно, просто по технике подведения итогов. Первым подводится итог за одномандатного кандидата в Государственную думу. Соответственно, первым он прошел и с большим отрывом побеждает. И мы вновь получаем авторитетнейшего депутата Государственной думы. Чем мы, я думаю, все довольны. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областный. Выбор сделан, голоса подсчитаны. Избирательная комиссия Орловской области подвела предварительный итог единого дня голосования. В выборах трех уровней участвовали 5087 кандидатов. В том числе 10 кандидатов депутатов Государственной думы, 264 кандидата депутатов Орловского областного совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов. В списке избирателей по выборам депутатов Государственной думы было включено 642 737 избирателей. По выборам в региональный парламент 644 351 избирателей. По предварительным данным по федеральному списку по выборам депутатов Государственной думы лидирует политическая партия «Единая Россия». На втором месте – Коммунистическая партия Российской Федерации. На третьем – ЛДПР. На четвертом – «Справедливая Россия». Трехпроцентный барьер также преодолела партия «Коммунисты России», набравшая 3,77% голосов. Остальные партии получили менее 2% голосов избирателей. По одномандатному избирательному округу по выборам депутатов Государственной думы лидирует Николай Ковалев выдвинутой партией «Единая Россия». На 12.00 на выборах в Орловский областной совет народных депутатов по единому округу 7% барьер преодолели 4 политические партии. Как отметила председатель региональной избирательной комиссии Людмила Маркина, выборы проходили в штатном режиме. Однако были зафиксированы обращения о предполагаемых нарушениях выборного процесса. По выборам депутатов областного совета 6 обращений. По всем по ним провелась проверка. Нарушение избирательного законодательства не установлено. По выборам депутатов Государственной думы в избирательную комиссию Орловской области, которая осуществляет полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной думы, жалоб обращений не поступало. К другим темам. В Орловском регионе завершается уборочная. Почти на 100% финишировал обмолот озимых. Также наряду с зерновыми ведется уборка технических культур. Об объемах выполненных работ шла речь на аппаратном совещании. Сахарная свекла по состоянию на 16 сентября убрана на площади почти 17 тысяч гектаров. Это 30% от плана. Накопано 612 тысяч тонн корнеплодов при урожайности 367 сетнеров гектара. Уборку сахарной свеклы на сегодня ведут 11 районов области. Сахарными заводами Орловской области переработано 327 тысяч тонн корнеплодов. Сахарная свекла нового урожая выработана 35 тысяч тонн сахара. Летняя оздоровительная кампания в Орловском регионе прошла на высоком уровне. Почти 74 тысячи детей были охвачены разными формами отдыха. В дни каникул работали свыше 400 учреждений, отметил зампред правительства Сергей Ступин. В оздоровительных учреждениях случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, травм с летальным исходом, пожаров, чрезвычайных происшествий, в которых пострадали дети, ДТП с участием детей отмечено не было. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения безопасности пребывания детей в оздоровительных учреждениях реализованы в соответствии с межвестным планом подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в 2016 году. Традиционно за счет бюджетных средств дети отдыхали на Черноморском побережье. Такая возможность была предоставлена 340 юным орловчанам. Депутат Государственной Думы 3, 4, 5 и 6 созывов Николай Ковалев стал членом Совета научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Зинаиды Круглой. До этого идею его создания в центре поддержали глава региона Вадим Потомский и сенатор Совета Федерации Владимир Круглый. До конца текущего месяца попечительский совет будет сформирован. Планируется, что в его состав войдут специалисты из разных сфер деятельности не только из нашего города, но и других субъектов России. Их объединяет желание помочь детям сделать что-то лучшее. Поэтому вот такой проект мы сейчас запускаем. И очень надеюсь, что он поможет в целом развитию учреждения в интересах наших маленьких пациентов, наших будущих матерей. Вот такая задача. В Орле слушается дело американского гражданина. Суд первой инстанции инкриминировал 56-летнему Дональду Осиварда. Вину в том, что тот делился с россиянами своей верой, не имея на то разрешения. Представители американского консульства, приехавшие на суд, из защиты иностранца уверены, в Орле идет обкатка так называемого закона Яровой, принятого в августе. Так или иначе, за что судят американца, выясняла Алла Новоженина. 56-летний Дональд в Орле официально проживает с 2005 года. Американец не скрывает, Россию выбрал для проживания, потому что здесь, как и на его родине, гарантируется религиозная свобода. Поэтому у себя дома в Орле на Первой Курской он регулярно организовывал встречи, на которых читали Библию и общались. Такой тип времяпрепровождения традиционен для американцев. Дональд написал приглашения и разбросал их в почтовые ящики. Дональд хочет изучать Библию вместе с вами, если у вас есть такое желание и вот такой адрес. Эти самые бумажки и насторожили участкового, который заподозрил Дональда в нарушении закона о миссионерской деятельности, который получил название «Закон Яровой». Это мои приглашения. Здесь написано, что Дональд Озел в Орле приглашает вас изучать Библию вместе с нами. Адрес, карта, как нас найти. Кстати, в Орле первый случай, когда к ответственности пытаются призвать американца. Для поддержки гражданина США в суд явился консул и представитель дипмиссии. Пострадавших от деятельности американца ни одного. Из-за отсутствия свидетелей заседание перенесли на 30 сентября. Открываем Библию, читаем несколько стихов, и рассуждаем, разговариваем о Боге, о том, что написано в Библии, а что это значит для нас. Скажите, у вас какая-то своя Библия или как в России православная? У нас точно такая Библия, как у православных. Суд первой инстанции признал иностранца виновным в административном правонарушении и выписал штраф 40 тысяч. Как ответит на апелляцию суд областной, покажет время. Защита американца уверяет, что дело не в деньгах, а в признании прав, гарантированных Конституцией. Дело не в самой сумме, а дело в принципе, что имеет ли гражданин исповедовать или не исповедовать свою религию, совместно или индивидуально, не создавая религиозное объединение. Вот закон российский, Конституция, говорит, может. Жителям поселка Добрый Орловского района мешают ветхие постройки советских времен. Местные жители обеспокоены тем, что бесхозные сараи могут стать очагом возгорания. Анна Маричева пыталась выяснить, почему проблему никак не могут решить местные власти. В 2013 году в поселке Добрый был пожар. Загорелась ветхая пристройка, и огонь перекинулся на стоявший рядом летний домик. Пожарная машина проехать до места не смогла. Слишком узкие проезды как с одной стороны, так и с другой. У нас получается тупиковый проезд, заезд. Здесь раньше приезжали машины и грузовые, трактора. Сейчас нет ни с какой стороны. Там бани, здесь сарай, здесь огород. Как въехать пожарной машиной невозможно, как выехать тоже. Как говорят частники улицы Интернатной, эти постройки, стоящие сзади их сараев, принадлежат жителям двухэтажных домов. В июле было собрание. Глава сельского поселения обещал провести инвентаризацию. Но дело до нее, видимо, не дошло. Люди считают, что это нормально и могут занимать дальше незаконно земли. Существуют ли какие-то законные основания, чтобы можно было как-то ограничить. Чтобы вот этого не было здесь. Избежать, чтобы вот этих построек не было все-таки. Мы категорически против, мы хотим нормальный двор. Свои дома и постройки по улице Интернатной жители оформляли два с половиной года. Все по нормам. Но оказалось, что на их земельном владении стоят чужие строения, которые и мешают проезду. Я узнаю только сейчас, что уже три года назад на моем ниже стоит приватизированный гараж. Как он приватизировался, когда он стоит на моем ниже, кто у меня спрашивал. Точно так же. Еще вот одну постройку возвели, оказывается, он ей дал разрешение. На постройки должны быть определенные нормы по их размерам, чтобы не мешать проезду. Также удаленность от соседской межи. Как уверяют жители, нормы эти не соблюдены. Мы чего добиваемся? Что вот эти незаконные постройки, которые глава администрации выдает сейчас, почему-то задним числом на приватизацию, были убраны, чтобы здесь была проезжая часть. Глава сельского поселения объяснил, что ветхие сарай стоят еще с 70-х годов. Они принадлежат работникам интерната. Тогда еще не было плана застройки. Теперь в архитектуру Орловского района составляют письмо, чтобы грамотно распределить площадь. Все-таки это частная собственность, как ни крути. И просто подогнать и заставить их снести, значит, надо подумать. Хорошо, снесем мы эту лачугу сарайчик. А где мы человеку представим место альтернативное, чтобы мог построить сарай, какой им нравится. Пока сейчас территории в том месте у нас и у сельской администрации нет, просто-напросто. Ветхие сарая планируется снести, но дать участок на их новую постройку. Теперь дело только за согласием хозяев этих старых амбаров, ведь им заново придется их возводить. Анна Маричева, Олег Фомин, телеканал Первообластной. Постой паровоз, не стучите колеса, у пассажира есть вопрос. Охотно ответят на него представители железнодорожного вокзала. Компания РЖД в очередной раз провела акцию «День пассажира». Какие вопросы больше всего интересуют жителей и гостей Орла и как теперь удобно добираться до Москвы без привычной уже всем ласточки, узнала Анна Маричева. В 2016-й ВРЖД объявлен годом пассажиров. Отсюда и такое обильное внимание. Вопросов у тех, кто пользуется услугами компании, много. На них отвечали профильные специалисты. Это и руководитель Орловско-Курского региона, и начальник ЖД вокзала, и представители транспортной полиции и прокуратуры. Направлены эти акции в первую очередь на то, чтобы в оперативном порядке нашим пассажирам разъяснять те или иные вопросы, которые возникают в сфере как пригородных, так и перелозок в дальнем сне. Благодаря такой акции исключен фактор бюрократии. Вопросы задать можно напрямую. И получить компетентный ответ, как говорится, не отходя от кассы. Для того, чтобы принимать какие-то решения, очень важно мнение самих пассажиров. То есть, что не устраивает, что нужно изменить, что нужно улучшить. И мы именно для этого питаем информацию, и потом уже конкретно по каждому направлению отрабатываем. Основные вопросы, которые интересовали пассажиров, касались цен, количества ЖД-транспорта и его комфорта. Но самый частый и на сегодняшний момент актуальный. Какой поезд вместо «Ласточки» будет так же удобно и быстро перевозить орловчан до Москвы? Поезд «Ласточка» устраивал своим расписанием. Единственное, что мы раскупали билеты очень быстро. Не хватало, наверное, мест нам. Их всего было пять вагонов на последний момент, которые я помню. Конечно же «Ласточка» очень удобный поезд. Можно съездить одним днем до Москвы и вернуться обратно. Практически ничего такого еще аналогичного не осталось. И цена приемлемая, если покупать билеты заранее. Мне очень нравится, что экспресс-поезда. Это очень удобно, когда ты сел и уже через несколько часов ты на месте. С 19 сентября поезд возвращается. Правда, не сама «Ласточка», а состав с обычными пассажирскими вагонами с различной категорией мест. Некоторые даже были рады именно такому подвижному составу, потому что ездит много людей и с маленькими детьми, и люди старшего возраста. Им такой подвижной состав более по душе. Расписание поезда будет такое же, по какому ходила «Ласточка». Цена же 101-го и 102-го составов будет строго в пределах 600 рублей. И это выходит даже дешевле. На плацкартные и купейные вагоны стоимость билета будет такой же, как и в других поездах. Анна Маричева, Сергей Руднев, телеканал «Первообластной». А теперь к новостям спорта. ФК «Орел» продолжил уже привычную серию поражений. На этот раз одержать верх над командой с минимальным счетом удалось Липецкому «Металлургу». Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник Андрей Овчинников. Игрок попросту впритык расстрелял ворота хозяев. В целом встреча прошла с подавляющим преимуществом гостей. Если бы не штанги и перекладины, итоговый счет оказался куда разгромнее. Не помогла нашим и новая форма. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Орлов» сделал вывод команду, подкосил гриб с осложнениями в виде трусости на поле. Откуда появилась трусость у наших футболистов, скажем так, как мы их считаем опытные. Кто должен нести за собой, те все спрятались в хусты. И, скажем, сыграли свои худшие игры, наверное. Молодежи, они всегда говорят, что дайте нам шанс, мы себе покажем. Пожалуйста, сегодня. Шанс был у всех. И что? Ни одного удара по воротам. Ни одной осмысленной передачи. Ни одного выигранного единоборства. Ну, о чем можно говорить? Сейчас ФК «Орел» занимает девятое место в турнирной таблице. В первых числах октября стартует третий сезон национальной студенческой футбольной лиги. В этом году он будет разделен на два дивизиона. В премьер-группу попала команда «Орел ГУ». Стартовые игры орловчане проведут в родных стенах. Кубанский госуниверситет, которые являются чемпионами уже два года подряд нашей студенческой лиги. Потом Рео Москва, середнячок нашей студенческой лиги. Санкт-Петербургский госуниверситет, тоже самый середнячок. То есть команды сюда приезжают к нам хорошие, достаточно хорошего уровня. В этом сезоне в Орловскую студ команду пришли новички-первокурсники. В «Орел ГУ» они уже провели несколько матчей. Пришли полузащитники, это Никишин, Кондрашов, то эти люди, которые один был в Щебекинском интернете, в интернате Белгородской области, другой был в Ростове. То есть тоже самое ребята молодые, они сейчас отходят от детского футбола, где там дают по несколько касаний делать. Здесь прививаем им быстро в футбол, чтобы они быстро играли. Приняли меня радостно, конечно. Всех я уже знал до этого, пацаны тоже меня знали все. И как бы общение у нас нормализовалось, все друг друга вспомнили. То есть и вот уже находим свой общий язык в футболе и в бытовых вещах. Впервые в областном центре прошел мастер-класс по прикладному карате. Специально для этого из столицы был приглашен гуру восточного единоборства Юрий Федоришин. Легенда боевых искусств, человек без имени которого невозможно представить развитие карате и рукопашному бою в стране, учитель знаменитого Сергея Бадюка. К слову, в активе тренера девятый дан будакай карате. С мастером единоборств удалось пообщаться Андрею Деркачу. Делать столько разгибатель. И не стараемся перебить. Задача просто, чтобы человек задохнулся. Вот это. Нейтрализовать нападающего одним ударом в кадык, проще говоря, перебив дыхание, это один из десятка наглядных примеров семинара по прикладному карате от Юрия Федоришина. Как признается сам мастер, это не секретная техника или, по-другому сказать, фокусы. Зная досконально строение тела, добавив к этому арсенал отработанных приемов, обязательно будет эффект. Люди занимаются не только для того, чтобы стать очень сильным и стать чемпионом, а для того, чтобы иметь уверенность, для того, чтобы защищать свою семью, родину и для того, чтобы быть здоровыми. Всемирные путина насчитывает тысячи обучающих видео, где подробно описаны те или иные восточные техники. Но через экран мастерства не приобрести, отмечает Юрий Федоришин. Акцент все-таки я хотел сделать на технике, на базисных каких-то движениях, ударах, бросках. И связать немножко все вместе. Почему? Потому что я здесь первый раз и, в принципе, это познавательно. В ногах листком опускается в бедро пяткой. И когда люди у нас вот так ходят, и отсюда вылетает неожиданная нога вместо лоу-кика, попадая в сочленение связанных, человек пахнет. Все приемы и китрости прикладного или, как еще называют, будакай карате взяты из жизни. Дисциплина отчасти включает в себя еще и элементы дзюдо. Как говорят, сразу получается только в кино, чтобы стать легендой, к примеру, как Брюс Ли. Потребуются десятки лет. Но тренеры в один голос твердят, спустя год упорных занятий появится уверенность в себе и, по крайней надобности, постоять за себя не составит проблем. Техника знакомая, техника спортивная в основном. Открывается уже аспект более прикладной ее. Тут же вот удар каточкой. Очень веселый удар был. Не ожидаешь, все, оно прилетает, даже подготовленное. Положительная, в принципе, очень много практики, которую можно перейти на жизнь. Жизнь всякая бывает. В принципе, позитивно ведет. Очень доходчиво объясняет. Я впервые, наверное, увидела, ну, после наших тренеров, после вот людей, у которых я раньше занималась, человека реально практикующего, который никогда не стоит, тем более не сидит ни на одном из своих экзаменов, ни на аттестации. Он всегда в парах, он всегда в работе. И если вдруг вы усомнились, что то, что он рассказывает, не работает, вам сразу объяснят, что это работает. Сергей Сергеев, Андрей Деркач, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Портреты пернатых представителей животного мира Орловщины стали главными экспонатами выставки, открывшейся в Музее изобразительных искусств. Здесь представлено более 70 работ в жанре пейзажной, анималистической и макрофотографии от известных орловских фотохудожников. Важные совы, грациозные цапли, радужные щурки. На экспозиции в Музее искусств все эти обитатели дикой природы встретились вместе, чтобы удивлять не только обычных зрителей, но и бывалых мастеров фотографии. Ведь кому как не им знать, что порой ради удачного кадра приходится часами кормить комаров, прячась в специальных засидках, маскируясь под дерево или куст. Впрочем, дело того стоит. Впечатления действительно переполняют, потому что снято не только профессионально, но и композиционно хорошо. Хорошо показан характер животных, птиц, которых снимали ребята. И я безумно доволен, что у меня есть смена, что они уже не то, что меня догнали, они меня обогнали уже. Я как фотограф знаю, насколько тяжело снимать это. И честно вам скажу, я бы так не смог. Не смог бы так снимать и, по крайней мере, я бы на это не пошел. Потому что это настолько тяжело, настолько профессионально, что я просто восхищаюсь этим работой. Снимать, по словам авторов выставки, действительно нелегко. Ведь всяк кулик, который свое болото хвалит, человека ближе, чем на ружейный выстрел, старается не подпускать. Впрочем, запечатлеть на фото рыцарский турнир тетеревов ничуть не проще. Ночью надо было приехать, часа в три в Полесье, затем залезть в крадок, потому что тетерева начинают атаковать еще в ночи. И вот по холоду, это, как правило, апрель, начало мая, по холоду дожидаешься первого луча солнца, когда солнце поднимается и начинается съемка. Удача для каждого, кто увлекается съемкой пернатых, сфотографировать такую редкую птицу, как золотистая щурка. Вот только поймать эту красотку в объектив, задача не из простых. Нам приходилось сначала искать место, где они обитают, потом выбирать место, где они живут, они в норках живут. И следующий шаг – постройка, укрытие из естественных. То есть мы строили шалаш из веточек, из листвы. И только через какое-то определенное приближение времени тоже либо вечером, либо рано утром приезжали и смотрели, сядут они на нашу присаду или нет. Во многом экспозиции адресованы молодежи. И только знакомством с представителями летающей фауны дело не ограничивается. Цель этой выставки – не только показать красоту пернатого мира Орловщины, но и обратить внимание общества на вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Мне очень понравилась выставка, реалистичные такие фотографии. Я бы в будущем тоже хотела заниматься таким, фотографировать. Для юных орловцев организаторы экспозиции приготовили интерактивные программы. Ребята могут больше узнать об охране природы и мире птиц, а также поучаствовать в мастер-классах. Нам приятно, что все-таки тема тоже соответствует сегодняшней потребности, наверное, орловского зрителя. Лучше узнать свою родную природу, свой родной край. И я надеюсь, что не только школьники, но и многие взрослые наши посетители с удивлением откроют для себя то, что они никогда не видели и не знали. Андрей Турбин, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. На этом все. Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 76 1028, а также 508 088. В студии был Ростислав Белык. Всего вам доброго. Сенсация. Бриллиантовый цирк Якутии. Завораживающие битвы шаманов. Чудеса эквилибристики. Животные севера и уникальные медведи. Впервые в Орле. В Грин-центре. Телефон 63 04 94. Школу? Я не готов! Грандиозная акция от «Оптимиста» с 1 мая по 24 сентября. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Школу вместе с «Оптимистом». Знают взрослые и дети о том, Как мы вкусно и душевно печем. Брян конфли! Готовим вкусно, словно мама. Где бы ни был ты, возьми с собой брян конфли. Брян конфли! Всегда уютно рядом с нами. Приходи с друзьями в семью. Брян конфли! Брян конфли! Попробуй и ты! Агрохолдингу «Мираторг» на постоянную работу требуются механизаторы, операторы-животноводы, ветеринарные врачи, агрономы, водители всех категорий. Мы гарантируем оформление по ТК РФ, удобный график, работа в крупной стабильной компании, достойная заработная плата, доставка на работу корпоративным транспортом. Подробности по телефону 30 37 41 и 8 980 319 200. Приглашаем вас посетить православный магазин «Провода», расположенный в районе городского парка по адресу Горького 39. Широкий ассортимент товаров для церемоний и обрядов, православная литература и многое другое. Вырученные средства идут на строительство храма Сретения Господня в поселке Вятский Посад Орловского района. Крупная аптечная сеть «Сердце Карелии» приглашает на работу на территории Республики Карелии и Мурманской области фармацевтов и провизоров. Оплата проезда до места работы, оплата аренды квартир, ежегодный оплачиваемый отпуск, заработная плата от 30 до 600 тысяч рублей. С 9 августа 2016 года в городе Орле стала доступна единая транспортная карта. Приобрести карту может любой желающий в отделениях ПАО «Сбербанк» города Орла. Действие карты 90 календарных дней с момента ее пополнения. На карту можно внести три вида платежа. Пополнив карту на 720 рублей, одна поездка обойдется в 12 рублей. На 560 в 14 рублей, на 300 в 15 рублей. Подробная информация по телефону 59-96-04. Мы предлагаем возможность высокого заработка, своевременную выплату заработной платы, оформление по ТК, полный соцпакет. Обращаться по адресу улица Московская, дом 155, телефон 54-91-73. Компания «Зенит» предлагает квартиры в новом жилом доме по адресу Старомосковская, 23. Закрытая территория, развитая инфраструктура, транспортная доступность, рядом школа и детский сад. Звоните 44-50-60. Аптека на Московской? Да, мне всегда можно купить все необходимые лекарства. Она работает круглосуточно и днем, и ночью. Это очень удобно. Можно получать лекарства, заказанные на сайте аптека.ру. В аптеке не только лекарства, но и средства для красоты и здоровья. Аптека на Московской. Нам 60 лет. Проверено временем. Санаторий «Лесной» проводит акцию. Спешите приобрести путевку на 12 дней. Всего за 15 600 рублей. Телефон 33-00-32. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Узнаем, какая погода ждет нас 20 сентября. И в этот день довольно холодно. Всю область плотно затянут дождевые облака. Далее более подробный прогноз. Генеральный партнер программы – сеть магазинов «Провкосмо». «Провкосмо» для парикмахеров, косметологов, визажистов, мастеров ногтевого сервиса, а также поклонников профессионального качества. Торговый центр на Черкасской, ТМК «Мегагрин», торговый центр «Грин» на Карачевском шоссе. «Провкосмо» – красота профессиональна. И вернемся к подробному прогнозу. 20 сентября в Амцинске пасмурное и небольшое дождь. Столбики термометра покажут днем максимум плюс 11. Ночью температура не более плюс 9. В Ливнах переменная облачность. День обещает быть прохладным. Плюс 11 ночью плюс 8. В Болхове также пасмурно и небольшой дождь. 11 с плюсом к ночью плюс 9. В Орле, как и по области, пасмурно. Синоптики обещают кратковременные дожди. Днем плюс 11, ночью плюс 7. Ветер восточный со скоростью 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, что является нормой. Вот такой прогноз погоды ждет нас во вторник. Будьте с нами на Первом областном. Наши партнеры. Магазин, проект, мебель, скидки на кухни до 50%. Город Мценск, улица Тургенева, 137. Улица машиностроителей, 19. Торговый дом «Солнышко» поможет создать комнату вашей мечты. Опытные мастера сошьют шторы по вашим размерам. Медицинский центр «С-класс клиник Орел». Пройдите комплексное обследование у проктолога всего за 800 рублей. Записаться на прием можно по телефону или на сайте клиники. Всего вам доброго и хорошего настроения. Увидимся! Добро пожаловать на территорию «Профкосмо». Профессиональная косметика и аксессуары для волос и ногтей от российских и зарубежных производителей для самых требовательных покупателей. И самое главное, для вас уникальные рецепты красоты от лучших специалистов. Каждый рецепт – это индивидуальная рекомендация по подбору средств, которые подходят именно вам. Вы получите ответы на любые вопросы об уходе, восстановлении и укреплении ваших волос и ногтей. «Профкосмо». Красота. Профессионально. Решили сменить кухню? Да, в магазине «Проект мебель». Скидки на кухне до 50%. Например, кухня «Татьяна» 1,6 метров со скидкой 50%. Всего за 6550 рублей. За мир. Дизайн. Проект. Сборка. Установка. Доставка. Бесплатно. Туристическое агентство «Мечта». С вами уже 11 лет. Нам доверяют, и мы стараемся стать еще лучше. Спасибо, что вы с нами. Ваш отдых в надежных руках. Наш телефон – 717551. Мечты о жарком лете. Осуществить турагентство «Мечта». Торговый дом «Солнышко» готов разрушить миф о том, что красивые и качественные шторы – это дорого. Приходите и убедитесь в этом сами. В продаже новой коллекции от 150 рублей за метр. Услуги дизайнера. Пошив штор на заказ. Ждем вас по адресу. Перелок. Почтовый. Дом 8. Телефон. 437070. Успешное лечение геморроя за 1 час. Опытные проктологи. Пройдите обследование сейчас за 800 рублей. С-класс клиник. 44 0909.